Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами городского телевидения. В студии для вас работает диктор Дмитрий Полячук и оператор Юрий Кузьменко. Сегодня выпуски. Инвалиды-колясочники просят о помощи горожан. Сотрудники ГИБДД провели рейд вместе со школьниками. Студенты Саянского техникума стали призерами областного чемпионата. На сцене Дворца культуры «Юнность» выступили участники проекта «Самый поющий класс». В выходные переведем часы на час назад. А теперь об этих и других событиях более подробно. Благодаря выигранным грантовым конкурсам саянским инвалидам-колясочникам удалось воплотить в жизнь ряд важных проектов. На очереди работа по следующему проекту, на реализацию которого потребуется помощь горожан. Социальная программа «Доступная среда» реализуется в России с 2011 года. Однако инвалиды-колясочники по сей день не имеют возможности посещать многие объекты культуры и торговли. Самая основная проблема – это спуск по лестничным маршам. Спуск и подъем. Потому что, оказавшись на коляске, у человека сразу возникает барьер. Барьер в передвижении. И он становится заложником своих квартир только из-за того, что он не может спуститься или подняться по лестничному маршу. Улучшать качество жизни саянские колясочники решили самостоятельно. Благодаря выигранному гранту уже установлен подъемник в Благовещенском храме. Теперь на очереди работа над реализацией очередного грантового проекта. Общество инвалидов-колясочников «Шанс» стало победителем международного конкурса «Раздвигая возможности». Их цель – приобретение газели с подъемником и мобильного устройства по спуску и подъему инвалидов по лестничным маршам. Всего размер гранта составил почти миллион рублей. Однако этих денег на реализацию задуманного недостаточно. Сама газель с подъемником стоит миллион пятьдесят семь. И, конечно, средств для реализации этого проекта нам не хватает. Но имея сейчас возможность, я обращаюсь ко всем жителям Саянска, предпринимателям, предприятиям. Если вы сочтете нужным помочь в реализации этого проекта, то окажите нам финансовую помощь. На приобретение желаемого не хватает чуть более ста тысяч рублей. В планах же колясочников – организация в городе социального такси, которым смогут воспользоваться все маломобильные люди. Безусловно, реализация такого проекта городу необходима. К сотрудничеству общества «Шанс» приглашает волонтеров и всех неравнодушных людей, желающих оказать помощь в транспортировке и передвижении людей с ограниченными возможностями. В рамках профилактической операции «Дети на дороге» сотрудники ГИБДД совместно с юными помощниками провели специальный рейд. Сегодня, по мнению автоинспекторов, несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности, а также число погибших и пострадавших в ДТП детей продолжает оставаться недопустимо высоким, что свидетельствует о недостаточной эффективности мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. С начала года на дорогах области уже погибло 4 ребенка и 33 получили травмы различной степени тяжести. Вчера автоинспекторы провели специальный рейд. В рамках мероприятия «Дети на дороге» проводили совместно с юными помощниками рейд, в ходе которого останавливали транспорт, заезжающий на территорию детского учреждения в нарушении правил дорожного движения. На территории города практически все детские сады школ и учреждения дополнительного образования расположены в непосредственной близости к автомобильным дорогам. В утреннее время многие родители подвозят детей в школу или садик на личных автомобилях, зачастую при этом нарушая правила дорожного движения, особенно при остановке и высадке детей. По итогам проведенного рейда, 5 таких водителей были привлечены к административной ответственности. Мы юные помощники инспекторов дорожного движения. Сегодня мы участвовали в рейде и раздавали ученикам специальные памятки, для того, чтобы они знали, как переходить дорогу в местности и не стали участниками ДТП. В течение недели инспекторы ГИБДД планируют дежурить по утрам и вечерам возле детских садов и образовательных учреждений, чтобы выявить нерадивых родителей, которые подвергают детей опасности. Помимо этого, в школах запланировано провести профилактические беседы с детьми и взрослыми о правилах поведения на проезжей части. Проект учащихся Саянского химико-технологического мототехникума стал лучшим в областном чемпионате «Точка-Рост». Далее подробнее. С 14 по 17 октября в центре «Приангария» проходил молодежный чемпионат «Конкурс проектов и предпринимательских идей «Точка-Роста», в котором приняли участие студенты 16 профессиональных учебных заведений Иркутска, Ангарска, Устилимска, Саянска. Уникальная бизнес-разработка Саянской команды была признана лучшей. Наш проект разрабатывался на основе идеи индивидуального предпринимателя «Страх» Романа Евгеньевича, который является директором компании «Косип». Наш проект заключался в переработке макулатуры, в производстве вторичного сырья, ячеек для яиц и картонных упаковок. Так как в нашем регионе расположено три крупных птицефабрики, две основных расположены в черте города и непосредственно для них мы и производим данную продукцию. Особенно запомнилась, наверное, всей нашей команде при участии конкурса клиентская акция, которая проводилась в Иркутске. Нам нужно было опросить как можно большее количество жителей, которые за экологию и за наш проект. Мы опросили около ста человек за час. Куратором проекта выступил предприниматель, внедряющий в Саянске экопроизводство изделий путем переработки вторичного сырья, например, макулатуры. Согласно разработанному ребятами бизнес-плану, производство окупит себя в течение двух лет. Начальная стоимость реализации проекта – 24 миллиона рублей. Согласно плану, расположено новое производство будет в здании бывшего хлебозавода. Рабочие места будут предоставлены 17 соискателям. Производства такого у нас в области нет. Все, кто занимается сейчас продажей ячейки, находятся у Лун-Удэ, Селинга и Бакан Кемеровской области. На территории Иркутской области производства ячейки нет. Сейчас разрабатывается территория, где может быть расположена эта переработка, то есть согласно нормативам. После этого уже будет искаться спонсор, так сказать, или это будут областные субсидии, или это будут какие-то местные. Областной молодежный чемпионат «Точка роста» и студенческий конкурс предпринимательских идей и проектов проходил впервые. В течение пяти дней ребята участвовали в различных семинарах и конкурсах. Продуманная и грамотно изложенная инновационная разработка позволила говорить не только о мощном потенциале саянской команды, но и о становлении их как успешных предпринимателей. В нашем техникуме экономисты первый раз выехали на областной чемпионат и сразу же привезли победу. Это очень значимо для нас. Это стимулирует нас в последующем к участию в подобных мероприятиях. В ближайшее время мы хотели представить нас в городе, участвовать тоже в конкурсе. Как если приучастие, если заинтересуется этим проектом город, то в ближайшее время начнется какая-то малая часть реализации этого проекта. В планах коллектива техникума и представителей социального бизнеса города проведение семинара, посвященного реализации в Саянске экологического производства. В городе участились случаи краш имущества из автомобилей. В основном такого рода преступления совершаются в ночное время суток. Днем злоумышленники пользуются уходом автовладельцев, магазины, детские сады, поликлиники, больницы. Большинство происшествий происходит по вине собственников имущества, оставленного в автомобиле на неохраняемой парковке. Для того, чтобы похитить вещь, оставленную на видном месте, требуется немного времени. Все происходит следующим образом. Потенциальной воришкой, пройдя мимо оставленного без присмотра авто, осматривает салон. Если там лежит что-то ценное, то остается только улечить момент отсутствия рядом прохожих и очевидцев, рассказывают правоохранители. Недавно был случай повторного обращения женщины с заявлением о краже имущества из ее автомашины. Кражи совершаются по следующей схеме. В основном в дневное время разбивают стекло и забираются на имущество, скрываются с места преступления. Зачастую предметами преступных посягательств становятся личные вещи автовладельца. Портмоне, дамские сумки, документы, телефоны, планшеты, деньги, банковские карты, а попутно видеорегистраторы и магнитолы, которые небеспечно вставляют в салоне автомобиля. Сумма ущерба зачастую исчисляется десятками тысяч рублей. В последнее время, по словам правоохранителей, преступления подобного рода происходят очень часто. В течение суток злоумышленники могут ограбить несколько авто. В последнее время участились случаи обращения жителей города Саянска в дежурную часть по поводу хищения имущества из их автомототранспорта. В большинстве из этих случаев жители сами виноваты, поскольку оставляют автомашины без присмотра во дворах, а также оставляют в них свое имущество. В основном это документы, деньги или оргтехника. Полицейские обращаются ко всем автовладельцам с просьбой бережно относиться к своему имуществу и быть внимательны. Необходимо забирать документы и ценности, убрать с открытых мест имущество, покидая салон автомобиля. Также не стоит бросать автомобиль на длительное время без присмотра. Необходимо всегда помнить, что личная внимательность, безусловно, является основой безопасности и благополучия. Перевод часов на зимнее время состоится уже совсем скоро. В ночь с 25 на 26 октября 2014 года в 2 часа ночи стрелки всех часов нужно будет перевести на час назад. Это будет последний перевод стрелок часов. После этого на всей территории России установится постоянное зимнее время. Стрелки всех часов России 26 октября 2014 года в 2 ночи нужно будет перевести на час назад. Это будет последний перевод стрелок часов. После этого на всей территории России установится постоянное зимнее время. В последний раз жители России переводили стрелки часов 3,5 года назад. Перевод часов был осуществлен 27 марта 2011 года. Тогда часы были переведены на летнее время. А летом 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин опубликовал указ о переводе стрелок на час назад. Весной 2015 года обратно часы на летнее время переводить будет уже не надо. Благодаря переводу часов на зимнее время в октябре 2014 года в России станет 11 часовых зон. По тому же времени, что и в Москве будут жить еще 51 субъект Российской Федерации. В том, что страна будет жить по новому времени, есть свои плюсы и минусы. И вообще известно, что перемена временного режима – это определенный дискомфорт для любого организма. В зависимости от общего состояния здоровья, возраста, наличия заболеваний, для адаптации к новым условиям требуется от двух недель до двух месяцев. Переходный период сопровождается, как правило, недомоганиями и снижением работоспособности. Наиболее тяжело проходят адаптацию дети и люди со слабленным здоровьем. Неудивительно, что россияне с оптимизмом и радостью встретили последнее решение власти о возвращении времени на круги своя. С экономической точки зрения, выигрыш от экономии используемой электроэнергии снижается в связи с ростом потерь из-за чехарты на предприятиях транспорта. Смены расписания движения поездов, самолетов и так далее. Экономия в квартирах нивелируется увеличением затрат населения, связанных с необходимостью перетарификации счетчиков электроэнергии. Двухтарихные счетчики, произведенные после 2011 года, установлены на летнее время. В Саянской художественной школе приступила к работе молодой перспективный педагог Наталья Половенко, Беженка с Украиной. В Саянске Наташа обрела не только работу и дом, но и новых друзей. Грозное событие, боевые действия на Украине, страх за собственную жизнь и судьбу близких позади. Это очень важно, иметь будущее, достойную зарплату, работу и дом. Делится молодой педагог Саянской художественной школы Наталья Половенко. Для кого-то рассуждения о мирной жизни покажутся тривиальными, но для молодых людей, вынужденных покинуть свою родину, они станут едва ли не откровением. Во время разгара на Украине гражданской войны Наташа Половенко, выпускница Киевского университета культуры, защищала диплом. Первые шаги во взрослую самостоятельную жизнь были отмечены звуками канонады и тревожным ожидаем беды. Во время Майдана я училась в Киеве, была в событиях этих. То еле выехала с Киева домой, останавливали блокады, 4 проезжала, останавливали, проверяли автобусы, вещи. На этот момент тогда было страшно домой добраться. Там все горело, шины стояли, пропуск только по одной машине пропускали. Страх, конечно, был, потому что я в России первый раз, тем более в городе Саянск, 4 часа в поезде, суток. Очень страшно было. В Москве сама добиралась. Мама с папой с братом мне хоть втроем ехали, а я сама одна. В другую страну. Сегодня молодой специалист уже сумела зарекомендовать себя как талантливый и ответственный педагог. В школу искусства Наталью приняли с радостью. В городе ощутима нехватка педагогических кадров. Мне нравится моя учительница. Она очень добрая, вежливая. Она может помочь, если что-то нам непонятно. В наш город Наташа приехала вслед за ранее эмигрировавшей семьей. Родители и брата приютила в крохотной квартирке бабушка, жительница Саянска. Ожидается, что к началу зимы беженцы получат собственное жилье. Как молодому специалисту администрации города, жилплощадь, комната в коммунальной квартире была предоставлена и Наталье. Это мое маленькое жилище, первое. Ну, пусть оно и маленькое, одна комната, но хоть первое. Хотела закончить учебу хорошо, защитить диплом и найти хорошую работу по специальности. Получилось? Почти, только в другом городе, здесь, в Саянске. Кредо 22-летней девушки никогда не сдаваться. Свои немногие лета на Украине она стала лауреатом многих молодежных конкурсов. Теперь ее мечта – побывать в лувре и открыть свой бизнес в сфере дизайна. Конечно, мечтает девушка о собственной большой квартире и о дружной семье. А в Саянске или другом городе России исполниться эти заветные мечты, покажет время. Все дороги открыты, иди куда хочешь, рассуждает Наталья. Ведь люди, в судьбу которых вмешалась война, становятся мудрее и каждое мгновение мирной жизни воспринимают как откровение. Здесь, в общем, много сосен, у нас их не так много. Вечером луна здесь очень огромная. Да, у нас она маленькая, здесь она у вас по кругу светится. Это очень большое такое отличие. Я каждый раз, когда вижу полнолуние, каждый раз удивляюсь. Можно было бы даже и луну нарисовать маслом. Интересно было. Она светится очень. Сибирская такая луна. В городском центре народного творчества открылась выставка «Творчество людей с ограниченными возможностями и невозможное возможно». На выставке представлено более 100 работ. Это изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, рукоделие. В городском центре народного творчества открылась выставка с символичным названием «И невозможное возможно». 20 мастеров, люди с ограниченными возможностями, представили на экспозиции более 100 работ и действительно сделали невозможное, преодолев собственные недуги, проявив фантазию, упорство и мужество. Создали это разноцветное царство, где обитают вязаные звери, мчатся по бисерному полю лошади, цветут кожаные розы, а из обрывков бумаги воскресают все времена года. Любовь Залепа представила на суд зрителей забавные вязаные коврики и декоративное панно из кожи. Кожа, ну, конечно, это интересное. Можно вот и из кожи сделать цветы, они как живые получаются. Здесь все поражает воображение, тщательность исполнения, старательная проработка деталей, а ведь многим авторам за 70. Изобретательность, больших средств у этих мастеров нет, так что в ход идет все. И рождаются озорные человечки из бумаги и войлока, роскошные медведи и тигры из меха, затейливые джутовые шкатулки и целые поселения с людьми и с лошадьми и с пенькового шпагата. Остается догадываться, сколько усилий стоило авторам создать эту невозможную красоту. Во-первых, это, наверное, в первую очередь скажу о здоровье. Это полезно для здоровья. У нас есть люди, которые с нарушением, скажем, опорно-двигательного аппарата, которые руками что-то тяжело делать. Вот, скажем, смотришь прекрасные работы, да, вот иногда даже удивляешься, что люди с такими болячками делают такие вещи. Это тоже один из способов какой-то реабилитации. Я вот так эти выставки вижу. Наши победители, которые участвуют здесь, они потом участвуют в областных выставках. Авторы работ – это взрослые воспитанники Саянского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями, подопечные комплексного центра социального обслуживания и Саянского дома-интерната для престарелых, плюс мастера-одиночки. В Саянске сегодня проживают 4000 инвалидов. Более 40 из них – колясочники. Цифры впечатляют. Порядка 10% жителей города имеют инвалидность. В последнее время появляются пантусы. Общество пробуждается от безразличия. И главное, чтобы забота об этих людях не стала простой формальностью. Сделали пантус, и неважно какой. Вот я сегодня утром шла, да, и вот у нас есть съезды. Вроде снега нет. Тоненький слой, и, пожалуйста, этот уже колясочник не поднимется по этому. Я сама скатилась обратно. Ну, хорошо, что как бы вот так вот. То есть надо особо относиться к этому. Не просто так. Неформально. Неформально, да. После того, как все налюбовались экспонатами выставки, участников мероприятия пригласили в актовый зал, где для них выступили ансамбль «Сударушки» и самодеятельные артисты комплексного центра социального обслуживания. Затем все участники выставки были награждены грамотами и призами. Спонсором традиционно выступил Восточно-Сибирский транскомерческий банк. Особо отметили авторов лучших работ Марию Толстикову, Татьяну Овчинникову, Кристину Ткачеву, Любовь в Залепу и других. Группа саянских пенсионеров вернулась из увлекательного путешествия по Таиланду. Своими впечатлениями они поделились с нами. Мечталась вот о чем, чтобы подойти к окну и видеть море. А тут я лежала на кровати, был открыт балкон и видела море. То есть с днём ночи я была на берегу моря. Вот поэтому, говорю, мечтайте, дерзайте, действуйте, все будет хорошо. Отдохнувшие, загоревшие, помолодевшие и, безусловно, счастливые. Группа саянских пенсионеров из восьми человек вернулась из захватывающей поездки. Любители путешествий побывали на отдыхе в Таиланде. Сегодня отдых на заморских пляжах среди пенсионеров приобретает все большую популярность. Если раньше российские бабушки и дедушки, забывая о своих мечтах и желаниях, все вкладывали в детей и внуков, теперь они просто путешествуют по миру и радуются жизни. Многие говорят, вот я себе откладываю там на старость, я себе откладываю на черный день. Мне бы очень хотелось, чтобы все-таки откладывали наши пенсионеры не на черный день, а на солнечный день. И отдыхали. Ведь по большому-то счету, ведь посмотрите, сколько много плюсов, да? Сколько много плюсов. А ведь если посчитать, сколько мы тратим здесь на лекарства, на хождение в аптеке, сколько мы тратим нервов на похождение по кабинетам врачей, то мне кажется, вот те положительные эмоции, которые мы привезли, да, солнечные процедуры, морские процедуры, позитивный настрой. Да это гораздо больше. На отдыхе за границей саянские пенсионеры побывали не в первый раз. По инициативе председателя городского совета ветеранов Татьяны Огниевой группы пожилых людей отправляются за новыми эмоциями на заморские берега ежегодно. Самой взрослой туристкой в этом году стала неунывающая Екатерина Кобычева, которая отпраздновала 79 лет. Она чувствовала себя там великолепно. Честно скажу, что мы переживали за нее, потому что она первый раз в жизни летела на самолете, первый раз в жизни она видела море, первый раз в жизни она была за границей, и мы переживали. Но она, по-моему, ни одной таблеткой не воспользовалась, которую брала с собой. Она была в восторге от теплого моря. Там тайцы вот просто склонялись перед ней. Вот. И руку подавали, помогали куда-то в автобус. Она посетила с нами все экскурсии. Из удивительного отдыха туристы привезли сувениры, лечебные средства и, конечно, положительные эмоции. Гада не беда, если мы от душой, а перед тобой, как на ладони, прекрасный, неизведанный мир. Уверены они. Конкурс «Самый поющий класс» прошел в минувший вторник во Дворце культуры юности. Несколько сотен участников вышли в этот вечер на сцену. Участники музыкального марафона представили музыку разных жанров и эпох. Победителями были, по словам судей, все. Каждый класс смог создать яркий и слаженный вокальный коллектив. С конкурса «Самый поющий класс» стартовал проект «Суперкласс Саянска» под эгидой Союза детских объединений города. На сцену Дворца культуры юности вышли в этот вечер несколько сотен юных артистов. Конкурс проходил в три этапа. Первый – учащийся с 1 по 4 класса, второй – с 5 по 8, третий – с 9 по 11. Шоу было построено в формате радиоэфира. На волне радио-ФМ работали нереально крутые диджеи Анастасия и Евгений и выполняли заявки радиослушателей. Так по заказу слушателей учениками 5-го А-класса школы номер 4 был исполнен великолепный осенний блюз. Осенний блюз звучит в тишине «И не молчи, ты мавиши, ой, я так хочу, я так стремлюсь» «Услышать твой осенний блюз». «Услышать твой осенний блюз». Диджеи поздравили в эфире октябрьских именинников. Им преподнесли музыкальный подарок ученики 11-го А-класса школы номер 2. «Дай пять, если ты просто не хочешь, вы Memory, но все как стоишь» «Дай пять, о-о-о-о-о, дай пять, о-о-о-о, дай пять» «Дай пять, дай пять, дай пять, дай пять, дай пять, дай пять» Участники музыкального марафона представили в этот вечер музыку разных жанров и эпох. От бардовской песни до рок-н-ролла, от Веры Брежневой до легендарного и вечно молодого Виктора Цуэ. Хит «Звезда по имени Солнца» исполнили ученики 11-го А-класса школы номер 3. Субтитры создавал DimaTorzok В составе жюри в этот вечер были профессионалы. Ирина Бондарь, Ирина Внукова, Ирина Федяева. Возглавлял жюри начальник отдела по спорту и молодежной политике Евгений Мартыновский. По итогам этого великолепного, яркого, динамичного марафона победителями в первой ступени стали ученики школы номер 7 и 5. Во второй лучшими признаны учащиеся 5-го В-класса школы номер 7, ученики 8-го В-класса школы номер 4 и артисты 5-го А-класса этой же школы. Среди старшеклассников на третьем месте ученики 11-го А школы номер 2, на втором учащиеся 11-го А школы номер 3, на первом вокалисты 11-го класса школы номер 5, чья композиция «Алый паруса» покорила судей. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В прошедшие выходные, несмотря на капризы природы, состоялся товарищеский матч по мини-футболу, который уже стал традиционным. Те, кому за 100. А если быть точными, футбол, в который играют большие люди. Такое необычное название получило новое направление в рамках всеми любимой народной игры. Эта разновидность футбола была создана для тех людей, чьей вес превышает отметку 100 кг. Саянские турниры для больших футболистов чаще всего проводят со специальной демократичной приставкой 100+. Саянские поклонники футбола несколько лет назад включили этот вид спорта в свою программу. Как отмечают сами большие футболисты, это не просто информация к размышлению. Это приглашение прийти на тренировки, принять участие в турнирах и вести активный, здоровый и интересный образ жизни. Футбол для больших людей в нашем городе, как отдельный вид, возник из ветеранских футбольных движений. Именно ветераны спорта впервые начали проводить специальные турниры для футболистов больше 100 кг весом. Говорят, что спорт – это дело молодых. Вы доказываете, что спорту все возрасты покорны. Хочу заверить, что отдел физической культуры и спорта будет максимально поддерживать направление спорта, чтобы у нас как можно больше было участников соревнований, ну и соответственно, как можно больше было зрителей. Некоторые люди называют эту разновидность народной игры футболом для толстяков. И они глубоко ошибаются, сетуют сами игроки. На своем опыте убедился, футбольные турниры 100 плюс вы не сразу отличите от обычного матча, потому что спортсмены находятся в неплохой физической форме. Единственное, что их отличает – это крупная комплекция. Это несколько снижает игровую скорость, маневренность, но не умаляет технических достоинств и красоты игры. По окончании игры мэр города поздравил победителей с уверенной победой. Я вас искренне поздравляю с этим праздником. Футбол в городе Саянске – это, наверное, не просто вид спорта, это один из самых любимых. У нас очень много любителей занимаются, просто фанатов этого дела. Хочу всех вас поздравить с этим праздником, пожелать вам отличного настроения, здоровья, ну и дальнейшего развития и продвижения нашего саянского футбола. Большие футболисты надеются, что к этому движению примкнут новые участники. Ну а сама игра уже стала традиционной, и наша команда толстяков, извините, больших людей, старается участвовать во всех проводимых турнирах. На этом информационный выпуск завершен. Я же с вами прощаюсь с пожеланиями доброго вечера. Всего доброго, берегите себя, а самое главное – будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова